13,5 миллиардов рублей – предельный дефицит краевого бюджета на следующий год. Ко второму чтению разработчики учли 5 миллиардов федеральной помощи. Доходы бюджета – 144,5 миллиардов, расходы – 158. И отзыв одного из парламентариев, что региону придется рассчитывать на себя. Фракция ЛДПР поддержит, наверное, один из лучших бюджетов края по собственным доходам. И, наверное, один из худших бюджетов в части его роста к предыдущему году. Из предложений либерал-демократов учли доходы за счет акцизов и изменения плана приватизации. Ко второму чтению Минфин обработал 131 поправку от фракций. Корректировки обошлись 8 миллиардов из 13 возможных. Практически на 5 миллиардов учтены поправки депутатов наших по различным отраслям бюджета. В том числе на 1,2 миллиарда увеличатся расходы на отрасли здравоохранения. Единства среди коммунистов вновь не было. Челая часть фракции назвала бюджет слабым, с недостаточными тратами на социальную сферу, ЖКХ, нациэкономику. Это политическая позиция. Я же слышу ее. Вот фракция КПРФ высказывает позицию. Ну, как бы, позиция основана на отрицании. Мы не принимаем бюджет в первом чтении. А что в первом чтении не принимать? Что у нас? Посчитали все доходы, их будет вот столько. Прогнозы сделали. Федеральными ведомствами согласовали. Счетная палата посмотрела. Ну, если столько доходов, то их столько. Говорят, уважаемые коллеги, что соцполитика расходов уменьшили. Отвечаем. Да, уменьшили. Да, мы недополучим систему краевого бюджета 6,9 миллиардов рублей. Их получит система пенсионного обеспечения, которая будет выплачивать универсальное пособие. Справедливо-Россы предпочли воздержаться. Фракции высказались по очереди и проголосовали. За 38 против 19 и 4 воздержавшихся. Бюджет принят. Анастасия Дроган, Андрей Печоркин. День с толком.